Идеальный мир, где мы одна семья, и где расовы, религиозные культуры, барьеры разрушены. Благословение является краеугольным камнем для осуществления этого мира, который превращается в большую и объединенную человеческую семью под Богом. Человечество унаследовало греховную родословную из-за ложной любви первых предков. Истинные родители раскрыли, что Адам и Ева согрешили из-за ложной любви, которая породила историю повторяющихся разрушений и страданий. На основе божественного проведения, основанного на христианстве, путь истинных родителей открылся как путь Мессии и Спасителя, единородных детей Бога. Проповедуя, что ключ к Царству Небесному в семье, в течение последних 60 лет они действовали из великой любви к человечеству посредством благословения Набрас, которые укрепили глобальное движение за мир. Царству Небесному в семье Таким образом, в 2013 году истинные родители объявили «Мир без границ» Чон Ильгук, уча, что реализации истинных, ориентированных на Бога идеальных семей происходит через благословение Набрак. Исходя из этого, в течение последних 7 лет истинная мать проводила церемонии благословения Набрак с участием и поддержкой лидеров и членов из более чем 7 стран из 7 религий. В глазах Бога не существует различий между цветами кожи, культурами, традициями, богатством и бедностью. Таким образом, благословенные семьи создают мир, в котором мы все являемся одной семьей, которая охватывает и сопровождает Бога. И в 2020 году, в этом году, 6 тысяч новых благословенных пар из 64 стран начали новую жизнь. 9 тысяч ранее женатых пар возобновили свои свадебные клятвы, а 600 тысяч пар из 194 стран приняли участие в международном благословении посредством прямой веб-трансляции. Церемония святой воды, проводимая официальными лицами, означает очищение прошлого с возрождением и воскресением для новой жизни. В один голос все участники ответили «Да» ведущему церемонии. Отвечая на обеты благословения, мы обязуемся установить вечные узы и воплотить божественное идеалотворение. Это был священный момент, когда обеты, заключенные между каждым женихом и невестой, объединили всех с ведущим церемонии. Все полнорешимости увидеть примерные семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Эта молитва благословения ведущего передала участникам ценность благословения, объединяя их от сердца к сердцу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда прекрасные кольца, символизирующие супружескую любовь, засияли на руках невест и женихов, утверждение этого святого брака было провозглашено всем, небесам и земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это благословение ознаменовало столетие со дня рождения преподобного Сан Мюн Муна и 60-летие его святого брак в сочетании с доктором Хаджа Хан Мун. В церемонии благословения присоединились 2700 лидеров из 171 страны, из которых 120 были главами или бывшими главами государств, подтвердив тем самым ее ценность и цели. Благословение Матери Муны Он сказал сегодня В церемонии благословение и прекрасное жизнь. If you meet in a few few, you can trust each other, you can trust each other, and that you can make a couple of two, one of your couple. На сцене разворачивался спектакль, демонстрирующий культуры сердца, культуру и искусство Хеджон, поздравляя и ободряя вновь благословенные семьи и желая им всего наилучшего в будущем. Теперь с Божьего благословения в 194 странах образцовые истинные семьи распространяются по всему миру, проецируя истинный мир на каждый уголок нашей планеты. В Корее члены истинной семьи вместе с лидерами из главного офиса Чон Джон Гун приняли участие в церемонии выражения почтительности предкам в Пон Хян Вон, по случаю Хан Шик. Во время этой особой встречи участники выразили свою глубокую благодарность истинным родителям, которые вели за собой проведение к восстановлению статуса Бога как истинного предка и истинного родителя. Кроме того, преподобный Ли Ги Сон, президент Федерации Семей Кореи, провел такую же церемонию в Паджу Ван Джон, в присутствии старших пасторов и сотрудников тренировочного центра «Чампион». Эта церемония позволила участникам еще глубже понять глубокий смысл своей ответственности в национальном восстановлении и обрести новую решимость двигаться вперед. 3 апреля в Сеульской больнице Асан состоял в церемонии Сон Хва госпожи Ким Мюн Хи, которая во время своей жизни на земле получила благословение с Сократом в духовном мире. Истинная мать признала жизнь веры и почтительность госпожи Ким Мюн Хи, посвятив ей каллиграфию, человек предности, внесший свой вклад на наступление эпохи Единой Небесной Кореи и помолившись за ее мирное вознесение. Преподобный Ли Ги Сон призвал присутствующих поставить истинных родителей в центр своей жизни и взять пример с жизни веры госпожи Ким Мюн Хи, которая всегда служила истинным родителям и любила их. Церемония возвращения на изначальную родину состоялась в городе Чун Чон под руководством преподобного Хван Бо Кук. Ей было 90 лет. Члены семьи и другие присутствующие вспомнили жизнь Ким Мюн Хи и пообещали выражать свою сынованию почтительность истинным родителям. Посреди пандемии коронавируса ЮПФ Кореи и другие проденциальные организации выразили свои чувства, оказав помощь иностранным студентам университета Сан Мун. Господин Лью Хион Йон, генеральный секретарь ЮПФ Кореи, президент Корейской Ассоциации Религий, господин Ким Стефан, президент конференции лидеров корейского духовенства и господин Ю Кьон Дук, генеральный секретарь добровольческой группы Эйвон, собрали все в главном зале учреждения, где они передали студентам около 3000 долларов и 17000 одноразовых масок. Кроме того, члены главного офиса церкви Южного Сеула посвящаются и усилия борьбе против распространения вируса, добровольно работая на станциях метро, в парках и магазинах в районе Йон-Дон-По. С началом пандемии коронавируса, которая привела к общему карантину в ряде государств, члены Федерации Семей по всему миру проводят домашнюю церковь, участвуя в службах и занимаясь родовым мессианством онлайн. Таким образом, каждая семья организует домашнюю церковь, а небесное родовое мессианство продолжается посредством регулярного общения между членами рода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова